Россиянин Мурат Гассиев сегодня, вот уже через несколько часов, встретится с украинцем Александром Мусиком в финале всемирной боксерской суперсерии. Оба соперника ни разу не проигрывали. Поединок пройдет в столичном спорткомплексе Олимпийский, где уже сейчас идут предваряющие его бои. И сейчас на прямой связи наш корреспондент Александр Абрамов. Александр, приветствую. Какая атмосфера в Олимпийском в преддверии главного поединка? Да, Павел, добрый вечер. Но вы наверняка видите, мы пока еще не находимся в зрительном зале. Мы на площади перед спорткомплексом Олимпийский. Люди потихоньку подтягиваются. Прямо сейчас идут бои в так называемом андеркарде. До главного боя вечера должны пройти 10 разогревающих боев. И люди не спешат по одной простой причине. Мурат Гассиев и Александр Усик выйдут на ринг сегодня не раньше 23 часов по московскому времени. Так что у людей пока еще есть время добраться до спорткомплекса Олимпийский. Наверняка сегодня он будет полным. Порядка 15 тысяч человек вмещает эта спортивно-концертная площадка. И прямо сейчас около спорткомплекса Олимпийский очень много людей с бело-красно-желтыми флагами, с флагами Осетии. Очень многие приехали с юга России поддержать Мурата Гассиев. Очень много автобусов было организовано из южных регионов. Более того, пара автобусов приехала даже из родного села, из родного аула Мурата Гассиев. В общем, сегодня у российского боксера наверняка будет солидная поддержка. И наверняка он это будет чувствовать, вот эту ту энергию, которую зрители смогут дать со своих зрительских мест. Мы пообщались с некоторыми болельщиками из Осетии. И давайте послушаем их впечатления, их ожидания от предстоящего боя. Мы ждем хорошего бокса, два сильных соперника. Очень много народу приехало, я уверен, из Украины, но, конечно же, из юга России, Южной Осетии, в том числе и Северной Осетии. Я думаю, что бой будет интересный, потому что оба соперника еще не побежденные, очень сильные. Ну, а так, ринг покажет. Я уверена, что Гассиев выиграет. Мы и полеем за него. Я думаю, он не подведет. Будем надеяться, что наш земляк выиграет все титулы в своем весе и станет первым в мире обладателем Кубка Мухаммеда Али. Мы на это рассчитываем. Ира Таразма! Аминь! Мурат Гассиев или Александр Усик? Сегодня вечер большого бокса в Москве. Я напомню, что это финал всемирной боксерской суперсерии. И сегодня на кону действительно стоит очень многое. Во-первых, победитель сегодняшнего боя станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. То есть сейчас Усик владеет чемпионскими поясами по двум версиям, Гассиев по двум другим версиям. Получается, победитель будет владеть поясами сразу в четырех боксерских версиях. Более того, победитель сегодняшнего матча станет победителем мировой боксерской суперсерии. И получит тот самый трофей имени Мухаммеда Али, как победителя мировой боксерской суперсерии. Это очень важно, учитывая, что этот супер турнир боксерский в этом году проходит впервые. И вот в Москве выпала честь принять финал этого турнира. Я напомню, что изначально, на самом деле, Усик и Гассиев должны были биться в мае в Саудовской Аравии. Но тогда, во-первых, Саудовская Аравия отказалась принимать финал, во-вторых, у Усика была травма. И в итоге перенесли это суперсобытие на июль, на Москву, вот всего через неделю после окончания чемпионата мира по футболу. Также хочется отметить, что помимо флагов бело-красно-желтых, также очень многие зрители сегодня пришли в майках Владикавказской Алани. Это футбольный клуб, один из символов Осетии, республики Осетия. И многие, конечно, поддерживают своего боксера. Еще любопытный момент, что прозвище Гассиева Ирон, так вот на осетинском Ирон, это и означает осетинец. С другой стороны, для англоязычной публики Ирон можно прочитать как айрон, то есть переводя с английского на русский как железо, железное. И, в общем, вот такая вот скрытая, скажем так, интрига. Мурат, железный Осетин, Гассиев против украинца Александра Усика. Я напомню, что Александр Усик – это олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне, коллеги. Спасибо, железный Александр, был на связи наш корреспондент Александр Абрамов. Продолжение следует...